привет мои друзья если у вас есть какие-то вопросы связанные с тем как влияет сексуальное воздержание или наоборот невоздержанность на силу человека на рост его мышц на его здоровье то безусловно вам нужно посмотреть это видео до конца потому что у меня у вашего покорного услуги есть много информации на эту тему потому что бодибилдингом я занимаюсь более 20 лет о том как растут мышцы знаю все кроме того есть опыт и невоздержанности к сожалению и наоборот опыт воздержания на фоне тренировок я специально причем иногда практиковал воздержание чтобы установить как именно влияет тот или иной тот или иной режим сексуальной жизни на результаты на рост мышц на на силу мышц и это думаю интересует вас все кроме того мне хотелось бы поговорить сегодня о влиянии на спи на психику и о моральном аспекте и о духовном может под религиозном аспекте но что все это прошлось и по мне дело в том что я был изначально воспитан в таком духе что в принципе строгое религиозное воспитание и в принципе секс и тем более конечно же мастурбация это грех это плохо вы можете меня за это осуждать но так меня воспитывали родители с детства что вот все это физическое плотское все это ужасно и в принципе если мы посмотрим на различные религии то они объединены идеями целомудрие воздержание например православной религии если мы уже затрагиваем религиозный аспект и духовный аспект либо допускается в браке половая жизнь но тоже обязательно длительные периоды воздержали например мой друг православный верующий человек служит церкви имеет духовный сан и у него шесть месяцев году воздержание хотя у него и жена много детей там обязательно месяц пожил женой потом месяц идет пост нельзя определенные дни каждую неделю когда нельзя то есть в культуре христианство воздержание играет огромную роль точно также и буддизм там приветствуется скажем так бесстрастность приветствуется не во всех направлениях естественно приветствуется и у вайшнавов верующих в кришну только для продления родов половые акты естественно что если во многих культурах мы мы воспитываемся с детства в духе тотального воздержания в духе того что секс это в принципе плохо то возникает психическая травма когда наступает половое воздержание то есть половое созревание человек хочет у молодой человека высокий уровень тестостерона ему хочется секса хочется приходится заниматься мастурбацией религия мораль против он воспитан иначе почему же мы так страдаем почему же мы так травмируемся люди все зависит от воспитания если человеку говорить с детства что например есть мясо это плохо ему будет стыдно съесть кусок мяса независимо от того хорошо это на самом деле есть мясо или нет но в рот этот кусок мяса есть не будет если с детства будет говорить что вот животные это плохо это убийство это насилие нормальный человек мясо есть не будет это трупы мы подвергаемся воспитание если допустим с детства бы нам говорили как это было в истории культуры рима греции что вот секс мужчина это нормально да у них это было нормально с детства объясняли что это круче что это для избранных что это не ну как бы там это было нормально люди очень часто занимались однополым сексом потому что такое было воспитание сейчас нам с детства говорят что это плохо и навряд ли кто-то из мужчин сможет приступить через себя и если даже гомосексуалист вступает в однополую связь естественно что он понимает подсознательно у него есть комплекс он понимает что это плохо если вы воспитывали что-то хорошо у него быть и комплексов не было именно это объясняется тем что это объясняет этот факт что на западе это процветает этот гомосексуализм у нас так как это порицается обществом родителями не приветствуется как на западе у нас это и не разводится то есть я не пытаюсь сейчас что-то оправдать или осудить я пытаюсь объяснить что вот все эти травмы психически которые возникают из-за мастурбации из-за сексуальной невоздержанности или просто от нормальной сексуальной активности они объясняются тем что человека приучая думать что это плохо естественно когда ты занимаешься сексом ты получаешь моральную травму то же самое произошло и со мной когда я впервые там занялся сексом когда я впервые занялся мастурбацией было раскаяние и психическая травма как же тогда что же я такое совершил да какое грешник до меня родители совсем другому учились все больше я никогда таким заниматься не буду и то же самое видимо происходит и сейчас на ютюбе когда многие подростки говорят вот я перестал заниматься на низ вами у меня перестал я на стал совсем другим человеком я стал чистым духовно и физически на самом деле давайте начнем с науки что нам говорит наука о том как влияет сексуальное воздержание или сексуальная невоздержанность на организм человека когда человек начинает воздерживаться от семи извержений у него наступает первое время повышение уровня тестостерона поскольку провоктина выделяется меньше он вообще не выделяется вниз не у вас нет регуляции нет выброса провоктина тестостерон вырабатывается и вот на все больше 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 и теоретически ваши мышцы должны начать расти но как показали анализы через некоторое время через неделю через две через три эффект этот прекращается положительный с точки зрения бодибилдинга да происходит когда перенасыщение тестостероном его повышение другие гормоны наоборот снижаются огонь начинает регулировать и но вынтестостерона становится ниже становится такими что как и у человека который регулярно занимается сексом и даже ниже даже длительное воздержание может приведет тому что у интерстерона человека даже на цене ниже чем у человека который не воздерживается это не я придумал это с научной точки зрения. Что же думают врачи о вреде и о пользе секса и мастурбации и воздержания? Когда я посетил по заданию от журнала «Ночные искушения», где работал доктора, профессора сексологии, андролога, человек, обладающего множеством научных степеней в медицине, женщину, у которой я брал интервью, доктора сказала мне, что с научной точки зрения есть несколько видов сексуальной активности. Касательно мастурбации то же самое. Есть нормальная, заместительная мастурбация, если у парня нет девушки, и нормальная сексуальная активность, когда человек занимается сексом регулярно, с женой, допустим, столько, сколько ему хочется. Это приводит к тому, что у человека совершенно нормальный, здоровый уровень паралактина, тестостерона, если он занимается этим столько, сколько ему хочется, не заставляет себя и не ограничивает себя, в результате все оптимизируется. То есть и мастурбация, регулярная половая жизнь, с научной точки зрения, не с религиозной, а с научной точки зрения, с медицинской точки зрения, это то, что должно быть. Соответственно, у нас конфликт, как всегда, наука и религия не всегда конфликтовали. Что же происходит с точки зрения воздержания? Когда человек длительное время воздерживается, то у нас в организме есть такое свойство. Все органы, которые не функционируют, они все атрофируются. Поэтому с точки зрения науки, конечно же, если вы там год не будете вести половую жизнь. Ничего у вас не атрофируется. Все потом снова заработает, вы сможете жениться, вы сможете иметь детей, сможете вести половую жизнь. Но если вы там свою жизнь посвящаете воздержанию, естественно, половая система атрофируется гораздо быстрее, чем если она будет регулярно использоваться. То есть вот те мужчины, которые сохранили сексуальные возможности и регулярно ведут половую жизнь и в 60, и в 70, и в 80 лет, они, естественно, ну хотя бы какой-то ритм поддерживали. Там раз в неделю, два раза в неделю, пять раз в неделю. Кому сколько нужно? Кому-то нужно раз в день, кому-то три раза в день. Это все индивидуально. Но эти мужчины, которые до глубокой старости сохранили сексуальную силу, они регулярно, можно сказать, тренировали свою половую систему, они использовали. Организм понимал, что эта функция нужна. Так же, как и наши мышцы. Когда мы не качаемся, они уходят. Происходит мышечная атрофия. Хотя вроде бы мышцы должны быть у человека, но когда человек их не тренирует, они уходят. Этический момент тут ни при чем. Мы говорим чисто о науке. Но в принципе, вот меня всегда мучило, как же так вот, как же этика, как же лиги, как же можно мастурбировать, как же можно заниматься сексом. Ну, конечно, лучше найти жену. Можно жениться там и 18 лет при желании. Но понимаете, в чем дело? Тут возникает конфликт. Как же ты женишься 18 лет? На ком попало, что ли? На нелюбимом человеке, лишь бы только не мастурбировать. И понимаете, бред получается. И такой же бред получается вот от воспитания. Например, некоторых мусульман воспитывают так, что мастурбировать это плохо, это грех. Я не говорю, что всех мусульман так воспитывают. Но я вот реально мне писали, что их воспитывали так, что с козочкой это нормально. Или там с кем? С барашком. А вот мастурбировать или вне брака заниматься сексом, это грех. Ну, навряд ли противники такой теории, они говорят, что навряд ли Бог будет заниматься тем, что смотреть с кем мы занимаемся любовью, с животными или с женщинами, но я не хочу на эту тему спорить, я ничего не утверждаю. Но во всяком случае, мне кажется, это бредом, что с животным это меньший грех, чем мастурбация или с девушкой вне брака. Я считаю, что это показывает, до какого абсурда может привести воспитание человека, что психика ломается, и человек начинает делать абсурдные вещи, потому что у него комплекс, что это нельзя. Однажды я, кстати, вот некоторые говорят, чего-то ты выступаешь в воле эксперта, после видео с Дмитрием Варгуниным, где про Дмитрия Варгуниным, где я признался, что у меня было минимум 1000 партнерш, повалили письма, помогите мне, вы такой эксперт, или наоборот, зачем ты врешь, зачем ты обманываешь людей, да это надо 3 года каждый день с кем-то спать. Я хочу еще раз напомнить вам, что я не горжусь тем, что у меня было более 1000 партнерш. Во-вторых, эта цифра очень сильно преуменьшена. 3 года каждый день спать я начал в 17 лет. Более полутора тысяч, а для меня, когда был свободен, не женат, в течение дня найти себе симпатичную девушку для близости, это не сложно. Гораздо сложнее найти девушку для брака, для любви, а найти девушку нормальной внешности для секса, мужчина, имеющий внешность нормальную, нормально подвешенный язык, когда есть интернет, множество сайтов знакомств, найти в течение, то есть при желании можно каждый день находить себе новую партнершу и иметь, уже бы тогда мне пришлось, я бы уже имел не опыт с 1000 или с 1500 девушек, а не сложно посчитать, что было бы уже 3-4-5 тысяч партнерш и более. Это не проблема для мужчины, да хоть 10000 партнерш накопить за свою жизнь и что, ты будешь гордиться этим? Я не горжусь, это позор. Наоборот, огромный риск заразиться СПИДом, раз, во-вторых, ты не умеешь строить отношения, ты входишь, психика тоже нарушается, начинается так называемая промескуетет, что мужчина не способен поддерживать отношения длительное время с одной партнершей, он привыкает к разнообразию, он становится все менее пригоден для брака, для отношений. Поэтому я не горжусь и никому не советую иметь много партнерш. Это ошибки моей молодости. Но опыт, поскольку есть, и я по-прежнему утверждаю, что цифра 1000 партнерш за 26 лет активного стажа это сильное-сильное преуменьшение в мой адрес, на самом деле цифра, конечно же, гораздо больше. Кроме того, есть и все признаки того, что я человек был всегда очень активный в плане, ну физиология у меня очень активного такого самца, то есть для меня нормой всегда было 3 половые или мастурбаторные акта в день. Это для меня было всегда не излишеством, а минимально необходимой нормой, чтобы организм ни в чем не нуждался, не было недостатка, не было переизбытка. То есть только сколько хочется, 3 раза в день. И так вот, начиная с 14 лет, так и до сих пор, в принципе, так и сохранилось. То есть опыт есть, что никак это не изнашивает психику, если вы нормально к этому относитесь сами. Никак это не затормаживает мыслительную деятельность. То есть у меня, извините, за 26 лет умножаем на 365 дней, да? Вот давайте посчитаем. 26 лет умножить на 365. 9490, это даже если один раз в день только, 9490. То есть на самом деле было 20-30 тысяч экуляций, да? За это время. Во-первых, это опровергает миф о том, что существует число 6000, что у мужчины за всю жизнь может быть только 6000 половых актов извержений, после чего у него заканчивается его ресурс. Есть такая серьезная теория, мой опыт ее опровергает. Во-вторых, опровергается теория, что человек истощается, у него не растут мышцы, он становится дауном, он ни на что не способен, психика нарушается. Вы видите, ничего не нарушилось, все нормально. Что же было со мной в плане воздержания? Какие же эксперименты проводились? Я однажды встретил бодибилдера, который был весь в прыщах, но довольно накачанный. Он мне поведал тайну, что он в течение многих месяцев воздерживается, и у него силовые растут. Когда он не воздерживается, его силовые падают. Я решил, что вот и религия говорит, надо воздерживаться, и воспитание мне говорит, надо воздерживаться, еще и мышцы лучше будут расти. То есть, еще и на практике это подтверждается. Так, конечно, я буду воздерживаться. Зачем эти телки? Все равно, любимой девушки нет, жены нет. Зачем встречаться с кем попало, с риском заболеть венерическим заболеванием, дрочить или там что-то еще делать, если вот есть выход, бодибилдинг, занятие спортом. И начали заниматься спортом. Вначале мои силовые показатели и мышцы никак не улучшались. Прошла неделя, прошло там 10 дней, начался дичайший сперматоксикоз. Повышение тестостерона шло. Но как-то особо мне поднять силовые так не помогло. А потом произошло то, что ученые говорят, после перенасыщения происходит снижение уровня тестостерона на фоне воздержания за 10-15 и более дней. И то же произошло, у меня снизился тестостерон, упал, и мои силовые показатели начали падать на воздержание. Я, естественно, сразу же прекратил всяческое воздержание, потому что мне мои силовые показатели, рост мышц важны. И что же произошло? Снова повысились силовые показатели, все нормализовалось. Я понял, что, судя по конкретному опыту, для занятий бодибилдингом регулярные самоизвержения лучше, чем воздержание, если оставить этический, нравственно-религиозный момент в сторону. Что лучше на практике? Ну а раз для здоровья лучше, навряд ли религия говорит о том, чтобы человек вредил своему здоровью. Навряд ли религия хочет, чтобы организм атрофировал какой-то орган, чтобы мужчина болел простатитом. А с точки зрения врачей-урологов, воздержание от одной из причин застойных процессов предстательной железе, поскольку полюций, которые проходят раз в месяц, недостаточно, чтобы нормально функционировала предстательная железа. Количество окулята и предстательной жидкости, выбрасываемое во время полюции ночных, оно уменьшенное, то есть неполноценное. И таким образом застойные явления предстательной железы неизбежны. И таким образом их заболеть простатитом гораздо выше. Слава Богу, сейчас мне 43 года никакого простатита нет. Что лишний раз подтверждает, что 26 лет регулярной активной сексуальной деятельности ежедневной не только не приводят к простатиту, но и способствуют его профилактике, чтобы он не возникал. То же самое и потенция, то же самое и здоровье, силовые. Всем очень доволен, всем очень горжусь. И связываю это с тем, что мне удается натурально иметь приличные силовые. И сейчас же отлежа 140 на 5 раз на 200 калорий в день. Кстати, извините, что я так разговариваю, у меня четвертый день без еды, сегодня 200 калорий. Только пью аминокислоты BCAA. Вы помните, что соревнования по бодибилдингу через 26 дней, вортрих чуть позже, я еще и на голоде. И вот сейчас на голоде снимаю для вас видео, поэтому если скажете, что у меня там стеклянные безумные глаза, вы знаете почему. Я практикую уникальную систему, которая позволяет мгновенно избавиться от жира, полностью сохранив все мышцы, и получить идеальный рельеф с идеальной пользой для здоровья. Без вреда, а еще и с пользой. Чувствую себя прекрасно, как видите, разговариваю с вами. Вернемся к нашей теме. Мы знаем теперь, что ученые за регулярную мастурбацию, за регулярную половую жизнь. Что же излишества? Как излишества могут травмировать человека, какой они могут нанести ему вред? Были ли у меня излишества? Были. И с девушкой было по 10 раз за день, попалась красивая девушка, я там молодой, 18-летний, дурной. И не пытайтесь так делать. Девушке не понравилось. Ни одной девушке не понравилось, когда мужчина с ней занимается сексом там 10 раз подряд. Может, ну, какой-то может и понравиться. Но в принципе, чего хочет девушка от мужчины? Чтобы он с ней занялся сексом там или один раз, но долго там, половый акт, чтобы шел там 30-40 минут, чтобы она была полностью удовлетворена. Но если 2-3 таких половых акта, то еще лучше, там, допустим, за ночь или за день, это вот так. Так, естественно, что важнее для женщины продолжительность одного полового акта, чем десятки скорострелов, да? Пык! И десятая раз, дорогая, смотри, какой сильный мужчина. Так вот, о чем я с вами хотел поговорить, о тренировке возможности поддерживать длительный половый акт. Дело в том, что мужчины, которые не может, которые длительное время воздерживаются, они часто страдают различными формами сексуального бессилия. Это может быть и импотенция, потому что ты не практикуешь, комплексы растут, опыта нет, из-за этого возникает страх, на психологическом уровне ты боишься, ты не уверен в себе, из-за этого не встает, ты закомплексован, из-за этого еще больше не встает, не встала, ты вообще закомплексовался, вообще боишься женщин, и мастурбацией не занимаешься, вообще никакой практики нет, ни опыта нет, даже мастурбации опыта нет. И что ты можешь? Ты ничего в результате не можешь, ты всего боишься. Человек, который регулярно занимается мастурбацией, он, когда у него происходят половые акты с девушкой, хотя бы он привык контролировать себя время мастурбации, сразу не кончать, с девушкой тоже может себя лучше контролировать. То есть я могу подтвердить, что переносится опыт контроля с мастурбацией на обычный секс. Это не совсем одно и то же. Но так как у меня с 13-ти, по-моему, до 17-ти лет был опыт мастурбации, от 3 до 10 раз в день, извините, были излишества, был, но нормально тоже, я как бы вам сказал, сколько нужно 3 раза в день, лично для меня. Когда я встретился с девушкой, то я в постели был, как будто бы уже опытный мужчина, контролировал себя. И девушке нужно, ребята, чтобы это длилось долго. Не обязательно час, не обязательно даже полчаса, хотя есть фанатки, которые приветствуют таких мужчин, которые могут часами, да. Но, ну хотя бы 10 минут, пару-ак, не считая прелюдий, должен длиться. У меня средняя продолжительность, благодаря, так сказать, наработкам этим с детства, от 20 до 30 минут. Это средняя продолжительность, не считая прелюди. Хочешь затянуть до 40 минут, пожалуйста, можно затянуть. Ты контролируешь себя. Такие же практики были и в древних рукописях. Тантрический секс – это искусство, что, мол, занимайся тантрическим сексом без семиоизвержения часами. Как это может быть применено к бодибилдингу? Очень просто. Например, бодибилдинг. Ты после эвакуляции испытываешь подъем гормона пролактин. Пролактин не очень хорош для занятия спортом, поэтому рекомендуется за 2-3 часа до тренировки не заниматься ни сексом, ни мастурбацией, чтобы не прийти с пролактином на тренировку. Это гормон вялости и слабости. И, кстати, одна из причин, почему люди разочаровываются, за мастурбацией, в сексе, что вот он занялся сексом с нелюбимой женщиной или мастурбацией. Закончил, акт закончился, удовольствие прошло, осталась пустота. Ты же не занялся полноценно с любимой девушкой или которая хотя бы тебе нравится. Ты занялся с девушкой, какой попало, допустим, или просто мастурбацией и чувство разочарования, и тут тебе на голову обрушивается пролактин. Если бы ты находился в постели с любимым человеком, то это просто ощущается, как расслабление и удовлетворение, и желание поспать. И ты счастлив. Но если тебе этот пролактин приходит, а обстановка совершенно нелепая, ты видишь, что нелепость произошла, что ты говоришь себе, я в жизни больше не буду заниматься сексом, я в жизни больше не буду заниматься мастурбацией, плюс добавляются твои комплексы, связанные с воспитанием, с религией, ты испытываешь стыд, у тебя закрепляется в голове, что секс или мастурбация – это стыд, это то, чем заниматься постыдно. И вот откуда берутся все эти мифы о том, что секс и мастурбация ломают психику человека. Не секс и мастурбация ломают психику человека, а отношение к этому, а также отсутствие любимого подходящего партнера. Если у вас будет любимая девушка, которая вам нравится в эстетическом отношении, вы уверены, что ваши отношения с ней вполне праведные, это или невеста ваша, или жена, никакого комплекса у вас не будет возникать, вы будете чувствовать гармонию после секса, и после мастурбации тоже, если не хочется секса, она может вас удовлетворить другим способом, и все равно никакого чувства разочарования у вас не будет, вы будете довольны, что любимому человеку сделал хорошо любимый человек. Пусть те цифры, что я вам приводил во внимание, там, что по три раза в день я занимаюсь сексом, по 40 минут, десятки тысяч женщин, пусть это все не будет для нас каким-то стандартом, это все излишество, норма. Даже один раз в день это норма, и раз в неделю это может быть норма. Если вам нужно раз в неделю, вы можете встретить девушку, которой тоже нужно раз в неделю. Если вам надо 10 минут, вы можете найти девушку, которой надо тоже 10 минут, а не 20 или 30, половой акт. Но если для вас, скажем так, норма это 5 секунд, то навряд ли какая-то девушка успеет. И вот практика контроля во время секса с партнером или во время мастурбации, контроля и задержки хотя бы на несколько минут, позволит вам почувствовать себя уверенно и контролировать ситуацию, стать более сильным с точки зрения женщины, более желанным партнером. По поводу атрофии половой системы уже рассказал. По поводу тантрического секса я не закончил свою мысль, что идея применения в бодибилдинге такая, что вы занимаетесь сексом или мастурбацией, но не испытываете оргазма. Или учитесь его испытывать по тантрическим книгам без эркуляции. В результате вы получаете удовольствие, удовлетворяете женщину, вы повышаете себе уровень тестостерона, вы возбуждаетесь, но так как эркуляция не происходит, паралактин не вырабатывается, мышцы у вас растут, а по факту вы воздерживаетесь, хотя сексом и мастурбацией вы занимаетесь, только не доводя себя до фазы эркуляции, потери спермы. Видимо, древние люди считали, что потери семени – это плохо. Что же говорит наука? Наука говорит о том, что прерванный половой акт, а по сути тантрический секс без самоизвержения – это прерванный половой акт или незавершенный половой акт. Незавершенный половой акт, прерванный половой акт с точки зрения науки – в принципе, это тоже путь к простатиту и сексуальным дисфункциям. Поэтому я не советую вам это практиковать чисто с научной точки зрения. Но хотите – практикуйте. Что же касается влияния на рост мышц, я не думаю, что там какое-то влияние будет, потому что мой опыт показывает, что вот эти все колебания тестостерона на фоне воздержания или, наоборот, излишеств, они все находятся в пределах референсных значений и существенно повлиять на рост мышц или на сжигание жира не могут. Теперь о вреде, который могут нанести излишества. Как я вам говорил, я консультировался с врачами по своей работе, когда работал журналистом, и они сказали, что действительно излишества могут вредить здоровью. Например, есть такое понятие, как навязчивая мастурбация. Человек мастурбирует сутками, месяцами, без остановки, половый орган доходит до кровотечений, там все уже в ранах, в рубцах, а он не может остановиться, и об стены мастурбирует, и об мебель, и его приходится госпитализировать, связывать, чтобы он прекратил, наконец, не смастурбировать. Но это люди с умственными отклонениями, психи, это, знаете, как обезьяне приделали в мозг провод, что она испытывает оргазм, когда нажимают на кнопку, она нажимает на эту кнопку, не ест, не пьет, не спит, пока не умрет от истощения. То же самое, если люди психи, они мастурбируют и занимаются сексом, в психиатрических больницах часто такие люди находятся, не могут себя остановить. Если вы психически ненормальный человек, конечно, вам все может быть вредно, и есть, и пить, и тренироваться, вы пойдете в зал, себе на голову блин бросите, вы пойдете, там, не знаю, есть, будете есть, пока у вас желудок не лопнет. То есть человек с психическими отклонениями, ему любые естественные процессы вредны. По поводу же того, что вредно ли для здоровья человека мастурбировать или нет, есть еще один очень интересный аргумент. Животные в природе не испытывают проблем с тем, чтобы заниматься сексом и мастурбировать. Для них это вполне естественно. Глядя на животных, мы видим, что они не будут делать ничего, что вредит их здоровью, в отличие от человека. Например, животные обычно не едят, когда они там, допустим, ну, до повода излишества еды, да, этот механизм, к сожалению, и у людей, и у животных не налажен. Но, можно сказать, что человек не может, как и животное, мы все едим про запас, мы не можем не вредить своему здоровью, если есть избыток еды. К сожалению, мы все переедаем. Но, в плане секса, животное не будет заниматься сексом, если это ему не нужно. И вот, например, те виды животных, которые нуждаются в регулярной сексуальной жизни для поддержания здоровья, они, в общем-то, и мастурбируют. Тот же самый самец шиншиллы, если он находится один, он будет удовлетворять себя сам. Если в природном мире это животные делают для своего здоровья, для своего нормального ритма физиологического, значит, Бог их создал таковыми, этих никто этому не научил, никто их не извратил, если это есть в природе. Соответственно, я думаю, что и так же и мастурбация с точки зрения природы, это вполне естественно, мы такими созданы. Есть мужчины, которые созданы так, что им не нужна действительно эта мастурбация. Вот они могут вполне заниматься сексом раз в месяц. Для них это нормальный ритм. После секса или после артомастурбации они чувствуют себя разбитыми, уничтоженными. Если вы такой человек, плюс у вас еще религиозные убеждения, естественно, для вас вполне естественно будет редко заниматься сексом или не заниматься им вообще, спокойно себе искать мужа, или вообще мужа, простите, жену, женщинам, соответственно, мужа, я думаю, что человек должен чувствовать, сколько ему нужно и нужно ли ему вообще. Я никому ничего не навязываю, будьте счастливы. Если у вас религиозные убеждения такие, что вам лучше не мастурбировать и не заниматься сексом вне брака, ждите, терпите. У меня был такой друг, он до 35 лет был девственником, дождался, потом трое детей сразу или четверо, он счастлив, все счастливы. Такой путь тоже может в жизни человека ждать брака. Но я лично считал, что мне это не подходит, потому что у меня темперамент высокий. Если я начинаю воздерживаться, через неделю начинается снижение уровня тестостерона, гормональный сбой, я себя начинаю чувствовать плохо. На длительном воздержании начинаю смотреть на женщин неадекватно. Когда мужчина встречается к женщине, у него голодный взгляд, она его может не воспринимать нормально. Какой-то голодный, неадекватный мужчина, она с ним нормально разговаривает, он пожирает ее глазами. Когда мужчина занимается заместительной мастурбацией, он встречается с девушкой, он спокойно с ней разговаривает, сдержанно себя ведет. Такие мужчины очень заводят девушек, которые контролируют себя и не бросаются на них, не пристают к ним, а наоборот ведут себя так, чтобы девушка на тебя бросилась, девушка тебе уже намекнула, что она чего-то хочет. Вот как мужчина может быть желанным и успешным среди женщин. Если ты смотришь на любые ноги, на любую юбку, а сейчас вокруг мир так устроен, что девушки ходят в коротких юбках, в обтягивающих попку, штанишках, и ты будешь на воздержании ходить с высоким сексуальным уровнем гормонов, крови, если тебе это нужно регулярно, ты будешь страдать физически, ты будешь вести себя как маньяк, вот именно психика будет нарушаться, ты будешь смотреть на этих девушек, а потом все-таки сорвешься, дойдет до секса, у тебя будет преждевременный оргазм, разочарование в себе, сбои. ребята, я предлагаю разумный подход, давайте подведем итог, наука считает, что мастурбация это нормально, и что человек должен заниматься сексом регулярно или заместительной мастурбацией, так считает наука, не спасоклукотский наука. Моя практика показала, что воздержание не дает никаких преимуществ в плане роста мышц или здоровья. Третье, религия действительно против мастурбации и против половых излишеств и внебрачного секса. Ну так, никто вас не призывает заниматься развратным сексом, не идите по моему пути. Основной акцент, который я даю вам, что ни в коем случае не имейте много партнеров. Это тот путь, по которому я прошел, и из-за него я поздно нашел себе жену, только в 26 лет. Если вы сконцентрируетесь не на поиске сексуального партнера, а на поиске любимого человека и не будете заниматься сексом с девушками на первом, втором, третьем, четвертом свидании, а будете заниматься только с человеком, который вам действительно нравится, действительно вы можете дать себе слово, эта девушка может стать вашей невестой, да, вы можете найти себе уже там в молодом возрасте молодую невесту, жениться и живите себе легально, не противоречивая религиозным убеждениям с нерегулярной половой жизнью. Если же вам у вас низкий уровень тестостерона, секс вам нафиг не нужен, воздерживайте себя на здоровье, никто вас не заставляет мастурбировать, это нужно, когда в этом у организма есть потребность, а если у вас такой потребности нет, ничего вредного не будет для ваших спортивных результатов, если вы не будете до брака ни с чем заниматься, насиловать, заставлять себя. А если у вас там уже сперма в голову ударила, тестостерон зашкаливает, все льет из ушей, у вас безумные глаза, так лучше уже помастурбируйте или найдите себе девушку для дружбы, что ли, для регулярных отношений, дружбы. Но об этом отдельный разговор, стоит ли заводить девушку без любви чисто для секса, потому что это тоже имеет очень много минусов, очень много минусов. Она начинает на что-то надеяться, вы начинаете потом сбиваться с пути истинного. Друзья, мы видим, тема долгая, 37 минут почти. Ребята, записал это видео, потому что очень многие просили. Очень люблю вас. Если будут какие-то интересные вопросы, на какую тему записать видео, пишите в комментариях, и на эту тему я запишу видео. Кому нужна консультация по тренировкам, по бодибилдингу, тоже пишите лично мне. На моем сайте есть почта, ватсап, буду рад вашим сообщениям. С вами был Юрий Спасококотский. Пока.